В Китае запустили новую скоростную железную дорогу. Она соединила два северо-западных города Бао-Дзи и Ланчжоу. Протяженность магистрали более 400 километров. Скорость движения поездов 250 километров в час. После открытия этой линии время в пути между городом Бао-Дзи и провинцией Шинси и административным центром провинции Ганьсу, Ланчжоу, сократилось с 7 до 2 часов. Наши корреспонденты расскажут подробнее. 10 тысяч экземпляров туристического путеводителя. Такой подарок подготовило руководство города Бао-Дзи для жителей Ганьсу. Местные власти надеются, что новая магистраль даст толчок к развитию туризма и откроет путь для путешественников из соседней провинции. Ланчжоуская лапша – традиционная еда провинции Ганьсу. Она известна во всем Китае. Теперь с помощью скоростной железной дороги можно попробовать лапшу в Ланчжоу и к вечеру успеть вернуться в родной город. Кстати, цена билета вполне для меня доступна. Новая железная дорога – это западный участок высокоскоростной магистрали Ланчжоу-Сюйчжоу провинции Дзянсу. Она позволит сократить время в пути из Ланчжоу до Пекина до 9 часов и до крупнейшего экономического центра страны Шанхая до 10 часов. Участок Баунцзы Ланчжоу далеко не самая длинная скоростная дорога в Китае. Однако о ее важности говорит не длина, а географическое положение. Эта 400-километровая линия присоединила западную часть к целой скоростной железнодорожной сети страны. Без нее западные и восточные регионы – это две отдельные части на карте. Только после начала эксплуатации ветки Баунцзы Ланчжоу можно сказать, что строительство скоростной железнодорожной сети Китая, которая состоит из четырех продольных и четырех поперечных магистралей, официально завершено. Кроме того, открытие магистрали Баунцзы Ланчжоу позволит существенно повысить транспортные возможности евразийского континентального моста и тем самым содействует строительству пояса и пути. С открытием движения по этому участку дороги будет полностью введена в эксплуатацию железнодорожная магистраль протяженностью более 2300 километров, которая связывает Сиань, провинции Шэньси, отправной пункт Великого Шелкового пути с городом Румчи. Напомним, к концу прошлого года в Китае функционировало более 22 тысяч километров высокоскоростных железнодорожных путей. Это обеспечивает стране лидирующее место в мире в этой области. Татьяна Климова, Цизин, CGTN.